Доброе утро! Продолжаем просыпаться. Екатерина Антонова, Марианна Муринко, по-прежнему с вами в этой прекрасной уютной студии на наших часах 8.45. И что? Самое время завтрака, да, Катя? Правильно. Потому что завтрак — это самый главный прием пищи, по крайней мере, я так думаю. Да, в разных странах мира к завтраку подходят очень ответственно. Например, на Майке утром едят плотно и сытно во Франции, ограничиваются круассаном и чашкой горячего курица. Не очень ответственно там подходят. Поверим, этого достаточно. У них такой плотный обед и ужин, что лучше много не завтракать. А вот чем завтракают молдаване? Задавали ли вы себе когда-нибудь такой вопрос? Ну, если да, мы вам ответим. Молдавский завтрак схож с нашим. Будни там, как правило, готовят кашу на молоке и бутерброды. А вот завтрак выходного дня — это совсем другое дело. Это блины или традиционный десерт. Шапка Гуце. Этот десерт готовится дольше, но результат стоит потраченного времени. А называется он «Шапкой», потому что в разрезе напоминает шапку пастухов, которую носил маленький мальчик по имени Гу-Гуце, герой сказок молдавского писателя Сфиридона Вангелии. Да, помнишь, мультики были такие? Я вспомнила. Шапка Гу-Гуце? Ну, про пастухов молдавские, знаменитые мультики. Ну, этот торт получается большим и вкусом. Для начинки используются вишни из компота, а коржи трубочки промазываются сливками, взбитыми с сахаром. Вот так. Очень вкусно. Ну, а еще в Молдове часто едят на завтрак мамалыгу. Тугая молдавская каша из кукурузной муки для местных жителей. Это основное блюдо и гарнир, и хлеб. Все одновременно. Мамалыгу готовят в Казани или запекают в духовке. На порции лепешку режут ниткой. Туристам мамалыгу попробовать, конечно же, стоит. И обязательно это нужно сделать с какими-нибудь начинками и добавками. Например, с овечьей брынзой, с жареным луком, или со шкварками, или с зеленью, со сметаной и яйцами, с рыбой и чесночным молдавским соусом муджей. Вот выбирай, не хочу. Выбирай, не хочу. Катя, ты что выбираешь? Я бы выбрала... Шкварки. Я ответила за тебя. Я вижу по лицу, что любишь шкварки. Да, на самом деле, я ела даже в Молдове мамалыгу, это очень вкусно. А вот запеканка бунне зюа – это повседневный завтрак в молдавских селах. На самом деле, как-то по-французски звучит, да? В каждой семье его делают по-своему, но основные продукты везде одинаковые. В тушеную капусту добавляют заливку из яиц, молока, кукурузной крупы, томатной пасты. Все это тушится 15 минут, затем запеканка выкладывается на тарелку и подается с кашей. Такой завтрак очень сытный и полезный. Даже по описанию мы это видим. Ну и самая популярная выпечка молдавской кухни – это румяная сытная плацинда. Это такой вот ходовой стритфуд в Кишиневе и любимая еда туристов. Пухлые лепешки пекут на дрожжевом, слоеном или затяжном тесте. Вместо духовки иногда даже используют сковородку, тогда закуска получается жирнее, ну и готовить ее проще. Пироги начиняются с соленой брынзы, опять же, мясом с творогом, зеленью, картошкой. А вот сладкие молдавские плацинды готовят с яблоками, творогом с изюмом и тыквой. Какое интересное затяжное тесто. Это то тесто, которое делается под затяжную молдавскую песню? Я думаю, то тесто, которое делается долго. А, вот так вот. Ну, что касается питья, то Молдовия утром отдает предпочтение чаю, но не кофе. Интересный факт, что раньше молдаване практически не употребляли чай из чайных листьев. А настаивали на травах или веточках, пищни, малины, смородины. Чай кофе чаще подают в городских семьях и в домах молодых сельчан. То есть пьешь кофе городской. Да, ну и получается, что не так много кофеина поступает в организм. В общем, вот такие вот они нравы. Если вы сейчас завтракаете, то мы вам желаем приятного аппетита.